Вот и сказочке конец. Такие настроения в последние годы царят в индустрии российского юношеского кинематографа. Накануне Дня детского кино, который отмечается 8 января, специалисты и тужат. Если в советское время ежегодно выпускалось около 30 детских фильмов, то за последние 20 лет их производство сократилось до двух-трех. Милые сердцу и такие родные Аленушка и Мороз, Козолушка и Электроник, Петров и Васечкин не соответствуют законам прайм-тайма. Они приходят к нам в гости с экранов телевизоров лишь в редкие дни праздников. Гениальные актеры, великолепные сценарии и музыка. Маленьким детям не объяснишь, что глубокие, умные, эмоциональные фильмы не показывают из экономических соображений. Телеканалам просто невыгодно такое кино. Во время трансляции детских картин показ рекламы запрещен. Выход один – либо снимать запрет на показ промо-роликов, либо создавать доступный всем канал. Так считает и бессменный руководитель Яралаша. Нужен специальный телеканал, который мог бы транслировать подобные фильмы несколько раз в день. Такие каналы у нас появились. Я старался их поддерживать, но они оказались полностью американизированы. Американизация уже настораживает и психологов. Пока наше государство планирует, как сеять разумное, доброе, вечное, воспитательную функцию занимают каналы Дисней и Никелодиум. Бесконечно умных, трогательных и светлых героев вытесняют Спайдермены, Шреки и Бэтмены. Потом это очень сложно, когда они приходят на консультацию с запросом помогить ребенку справиться со страхами. Начинаем работать откуда, оказывается оттуда, что мы даже не отслеживаем, что смотрит мой ребенок. Какой это детский канал. Надеемся на то, что детский канал может показывать все разрешенное для детской психики. На самом деле оказывается не так. Большинство детей восприимчивы, говорят специалисты. Им необходимо показывать кино, которое объясняет, что такое хорошо и что такое плохо. О том, как бороться за умы молодежи, задумались и в правительстве. Минкультура разрабатывает специальные программы. Начинает оживать русская мультипликация. А это дает надежду на то, что и в кинематографе сказки совсем не конец. Да ведь и добро всегда побеждает зло. Наталья Собейникова, ЗАП-ТВ.